перед выходом на прогулку кстати забыл я чеследить я посмотрел ваши замечания пожелания и среди всего мне особенно понравилась такая мысль что помимо хороших слов мыслей человек еще окружает себя и соответствующими людьми то есть подбирается круг людей единомышленников а все остальное пустое отсеивается и вот в связи с этим уместно поговорить о порфирии корнеевича иванове как раз кто-то попросил они расскажите ли вы о нем при первом взгляде можно так что-то такое простоватое сказать если там покопаться в различных литературных источниках то очень много различных отзывов статей о порфирии иванове есть клубы имени порфирия иванова занимающихся по его системе детки положительные отзывы отрицательные отзывы ну много много всего 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 и как-то среди всего этого рассказать действительно о том что с тобой представлял порфирий корнечи вану непросто однако есть есть книга история паршика которую написал вернее которая состоит из его рассказа о самом себе и из рассказа ближайшего окружения которое знала порфирия корнеевича вот но это то источник я я вопрос как раз она у меня была такая толстая книга и с удовольствием читал ну что хочу сказать предварительно ну в первую очередь первую очередь смотрите надо так сказать чтобы понять что собой представлял личность порфирия корнеевича иванова масштабы этой личности это надо понимать что существует общие законы посвящения и духовного совершенства применяя которые человек независимо от каких-либо там религиозных убеждений он движется по пути духовного совершенства не хочется вот это вот мне постоянно так говорить что вот раньше мы до того как эти религии были изобретены вернее получены от высших сил ну было было что-то такое более менее единое вот а потом уже это как бы сказать это сюда пошло это туда пошло но тем не менее в основе всего этого лежит смирение и работа над своим сознанием две вещи смирение и работа над своим сознанием которые приводят к тому что происходит посвящение та или иная степень посвящения и человек подключается тем или иным силам это важно понимать тем или иным силам вот и вот теперь после вот этого можно уже дальше рассказывать о порфире корней чиванове это довольно таки сложная весьма сложная творческая личность которая сама себя совершенствовала ну вот примерно как как это там было он рассказывает что я родился где-то в феврале в землянке была ночь бушевала вьюга и вот в эту вьюгу наш порфирик корней чиванов родился как он стал себя назвать покоритель природы дальше это все было еще при царе батюшке все было как у всех людей как у всех людей было значит он он и табачком баловался и водочку попивал и девок щупал вот примерно так он с этот период описывает работал потрачил там у барина потом там и в шахте поработал семью создал насколько я так помню у него два сына и вот пожив посмотрев на житье бытье которое его окружало он начал задумываться начал задумываться почему человек болеет и умирает что для этого надо сделать чтобы он значит вот был здоров и вот с такими там рассуждениями насколько опять таки я все это помню эту книгу хочется так хронологию выстроить а потом уже различные так статьи кто что там о нем рассказал так вот он решил вначале снять шапку походил без шапки походил без шапки какое-то время а вроде бы нормально и вот там интересно все не просто там он без шапки ходил а вот вот я без шапки пойду вот только вот в таком случае то есть какой то чтобы знак был что если да тогда я вот пойду если вот нет там я воздержусь ну ну значит походил без шапки он видит что нормально а до этого он болел простудами то есть все было как как и у всех он решил снять уже зиму верхнюю одежду вот и начал потихонечку раздеваться снял верхнюю одежду там походил потом там еще значит решил снимать то есть он не сразу переоделся скажем так в шорты шорты так их сказать русские шорты не сразу переоделся потихонечку все это дело потихонечку все это дело ну и так как его особо никто не понимал а это еще было вот в период где-то 30-е 40-е 20-е 30-е годы там это в период такой был ну больше в 30-е годы там что-то такое перед войной что он уже в возрасте был что он как-то там нашел другую работу ну с работой я не упомню не обращал внимания но как-то как-то работа такая способствовала или вообще не работал способствовала тому что он вот мог себе позволить там как-то ходить а вот помимо того что он стал раздеваться значит он стал еще и не воздерживаться от пищи воздерживаться от пищи и там где имеются суровые такие условия природные вот он туда еще выходить ну как это было вот летом допустим всего всего рассказывал какая-то там лужа большая он мне там искупался и потом можно идти несколькими путями по тропинке а если напрямик там колючки вот он пошел через колючки для того чтобы вот как раз себя воспитать в суровых природных условиях далее естественно сколько там он голодал сколько он не боясь выходил зимними ночами в степь ходил там по степи это уже только ему и известно вот при этом при этом было насколько я могу судить полное доверие тому что все с ним будет нормально то есть он насчет этого даже не задумывался никакие страхи там его не тревожили полное доверие и слияние с силами природы вот он как раз не хотел их покорить а хотел вот с ними подружиться хотел чтобы эти силы природные особенно холод как он говорил закалка тонировка способствовали тому что выковали из него нового человека доселе неизвестного вот сколько это длилось я сейчас не упомню но такие закалки тренировки были жесткие далее он начал обливаться вроде сначала как он ножки обливал по колено ножки какое-то время а после этого он перешел к обливанию целиком два ведра выходил во двор и обливался и голодал он сначала там там раз в недельку сутки потом там больше а потом бывали случаи что он голодал ну по много дней сейчас я не помню сколько сколько там много ну много там за неделю за две это уж точно будет и вот эти все испытания природы как он говорил привели к тому что он стал меняться начала меняться его энергетика и он стал вести дневники то есть это человек который постоянно что-то записывал записывал оставил огромное количество дневников вообще-то что он рассуждение свои до сих пор там что-то их издают печатают особенно ближайшие последователи Иванова которого лично знали что еще и это он пишет что когда он начал всем этим заниматься почему там еще в семье так получился какой-то разлад это то что он перестал жить половой жизнью с женой то есть были уже дети значит жена еще молодая и она значит просила вот так как я вот вспоминаю там написано было порфирушка я же еще молодая вот я же еще вот такая-сякая вот вот а он говорит нет и все ну и дошло до того что на этой почве она заболела и значит и все женские органы и вырезали и вот он вспоминает что на руках своих на руках своих отнес ее в операционную или то в больницу и после этого естественно остыла со своими просьбами на это можно по-разному посмотреть ну ну я вот говорю как там написано то есть вот такая вещь значит для того чтобы идти по так сказать жестко идти по пути духовного совершенства это в первую очередь значит работа с сознанием должна быть это в первую очередь направлено на смирение и далее естественно работа над своими там чувственными желаниями и одно из них оказывается важнейшее чувственное желание это работа с пищевыми привычками и естественно с половыми и вот именно в этом плане он просто не говорит так как я сейчас говорю он просто сказал вот я голодал и я значит воздерживался от интимной жизни естественно он бросил давным-давно и табак и водочку ну и потихонечку стали к нему обращаться различные люди со своими хворями и вот он вот тут интересно вот как он их лечил значит у него уже там создались такие понятия как взять энергию он значит тянул воздух сверху путем определенного дыхания он это назвал вдохе жизни он обязательно бегал бег его был различные вариации быстрые медленные там шаги потом руки вверх там ну короче у него было много вариаций бега люди рассказывали что он тут по-всякому бегал так значит обливание обязательно эти обливания сначала в начале в методе его было ножки мыть а потом уже обливаться на природе причем выйти с босыми ногами встать перед этим значит вдохнуть вдохе жизни сделать а потом облить самого себя и там объяснял как это ну и естественно воздержание от еды длительные не длительные все начинается с малого а потом естественно большие вот у него появилась сила и как он лечил он лечил энергетически значит человек ложился он так дядька большой рост под метра два одну руку клал на голову другую на ноги и мысленно пропускал как он говорил ток магнита ток магнита он утверждал что это как раз вот энергия которая разлита в природе и ее можно черпать здравствуйте доброго здоровьица доброго здоровьица доброго здоровьица доброго здоровьица доброго здоровьица вот и там кто-то его замерял Потом какой-то профессор С Петербурга Что-то он примерно так стал Что у него энергетиков По сравнению с обычным человеком Раз в 500 Сильнее И вот значит Вот этот ток магнита Он пропускал Через человека Человек сразу же Чувствовал себя Здоровее И далее уже он ему говорил Что надо делать для того Чтобы не болеть Обливание Голодание Ну и Воздержание от плохих мыслей Это один вид Но существовал и другой И в этом тоже ничего нет Удивительного А именно У него После его Жены Которая Ему родила детей И уже не знаю Что там она там Умерла Не умерла Появилась Другая Подруга С которой Просто жили Без всяких там Отношений Как между Мужчина и женщина Так вот Как Сухаревская 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 Фамилия Сухаревская Забыл как звать И вот Эта Сухаревская В свое время Была Такая Статная Девица Такая Гордая Она Значит Скакала На На лошадях Ну Короче Подавала Себя Так Так горда Независимая То есть Была Гордыня И вот Она Упала С лошади Повредила Себе Позвоночник Или что-то В этом Роде И Из Такой Гордой Красавицы Превратилась В Лежачую Калеку И вот Порфирий Корнеевич А он Иногда Знаете Не просто К нему Обращались Люди А он Сам Приходил Потому что Он Интересную Такую Вещь Высказал Ты Мол Возьми Да помоги Человеку Который Нуждается Помоги Чем Можешь Что В твоих Силах Какой Нибудь Малость Но Обязательно Помоги Это Мол Тебе Зачтется Угу И вот Я уже Не помню То ли Он Сам Узнал О том Что Сухаревская Находится В таком Положении То ли Кто-то Ему Сказал Попросили Что Надо Ее Полечить Он И Посоветовал Следующее Она Вроде Уже Там Могла Так Более Менее Там Передвигаться Ну Сами Знаете Передвигаться Можно На Костылях Или Еще Так Еле Еле Ты Говорит Возьми Там Что-то Такое И И Значит Постучишь В каждую Избу И Вот Постучавшись Попроси Прощения То есть Вот смотрите Человек Стучится В дверь Ему Открывает Ну Естественно Там В деревне В селе Там Знали И Она Просит У них Прощения У Одного Другого Третьего Короче Вроде Как Чтоб Всех Она Обошла Вот Так Она Сделала И Выздоровела То есть Вот Такой Вот Интересный Вид Вот Такой Интересный Вид И В связи С Когда Она Была Беременна И То ли Было Видение То ли Сок В котором Волос Сказал Что Ты Тут Лежишь Вставай Иди Значит Положи В подол Хлеба Примерно Так Я помню И Вот Иди Раздавай Его И Тоже Что Там Проси Прощения Вот Она Проснулась Очнулась От Этого Видения Вот И Это Думает О Что Это За Ерунда Такая Какая То Непонятная Ну Естественно И Сделала И Потеряла Ребенка И Говорит Вот Мне же Подсказали Надо Сделать Вот Сейчас Я бы Сделала Да Да Поздновато Ну То То Есть Вот Такой Вот Интересный Способ Лечения Казалось Быть Травмы Но Эта Травма Была Получена На Основе Там Гордыни Возвышения Для Того Чтобы Вот Проработать Это Вот Такое Должно Было Пройти Смирение Вот И После Этого Они Значит Сухаревской Как-то Сблизились Ну Она Просто Стала Его Помощницей Значит Мужика Там Просто Помощница Там В отделах Там По мере Того Сего Естественно Стали Там Появляться И Ученики Которые Этим Делом Занимались Вот Это Все Где-то До Войны Потом Была Война Великая Отечественная Он Остался На Территории Оккупированной Где-то Тут Как раз Это Все Какие-то Наши Места Там Ростов Луганск Каменск То есть И в Каменске Здесь Вы видели Ходил В своих Шортах Вот И Вот Это По-моему В книге Нет Это Какой-то Уже Рассказ Такой Он Может Быть Правдивый Может Неправдивый Что Немцы Посчитали Его За Русского Бога И Решили Заморозить И Где-то Они Его Поймали Посадили На Мотоцикл И В те Зимы Обливали Слёдер Холодной Холодной Водой И Возили Помороз Думали Когда Он Замёрзнет От Него Шёл Пар Как Он Говорит Обольют А это Всегда Такая Интересная Вещь Получается Особенно Кто Регулярно Это Делает Обливание Что Тело Разгорячается И Потом Как Знаете Жаром Обдаёт Изнутри Вот И Короче Думали Заморозить Не Заморозили Русского Бога Вот Примерно Наверное После Войны Он Уже Начал Куда-то Там Выезжать Делать Такие Проходы Пошёл Там На Море В Шортах Пешком Сочинял Стихи Сочинял Стихи Такие Что Вот Он Зашёл В море То есть Занырнул И Сидит Там Не Вылазя Народ Думает О Он Утонул Там А он Потом Выходит Просидеть Допустим Я не знаю Там Полчаса Или час Или больше Под водой Непонятно Далее Что он там В психотворении Ещё Как раз Рассказывает Что Мол Гроза Какая-то Надвигается Такая Страшная Гроза Что Сейчас Тут Будет Типа Наводнение Посметает Всё Потопит Детям Женщинам Страшно Это И вот Он Про себя Говорит Вот тут Я Являюсь Что там Мысленно Сделал И Гроза Рассеялась Ну и Таких Много Случа У него Было И Он Начал Выезжать Там И в Москву Возможно В Петербург Он там Ездил Лечил Встречался С единомышленниками Ну Вот Вспоминают Естественно Разное было Отношение К нему Людей Ну Те Кто Болели И Выздоровели Они Относились Естественно Очень хорошо К нему А Какие-то Высокопоставленные Лица Которые В этом деле Видели Только Умалюшенного Человека Там Они Естественно Там Оскорбляли Его И И Все Такое Было И Вот Был Случай И в книге Вот Это Есть Это По-моему Сухаревского Описывает Что Кто-то Его Ударил Из Таких Вот Взял Ударил Его Оскорбил Ударил Потому Что Непонятно Что Это За Человек Какой-то Там Ходит В трусах Он Ему Говорит Что Мол Это Зачем Ты Мол Ударил А Он Там Как Ни в чем Не бывало Да Там Ты Такой Сякой Ударил Ударил И ударил А он Ему Говорит Ну смотри Я тебя Ударю И Сухаревского Вспоминает Вот этот Мол Начальник Вроде как Здоровый Мужик То ли Через Месяц Скончался И Другой Случай Был Это Редактор Какой-то Газеты Или Журнала Когда Он там Был В Москве Или Останавливался У своих Там Почитателей Про него Вышла Статья Вот Мол Он Там В ванне Там Купается Вот А его Почитатели Что-то там Пьют Эту воду В которой он Купался Чтобы оздоровиться Ну короче Ерунду Разную Там Наплели Навет На человека Вот Он тоже Пришел В эту Редакцию Сказал Чтоб Сделали Опровержение Никто Ничего Не стал Делать И вроде Как Тоже Этот Редактор Отошел В мир Иной Вот Значит Написал Он там Кучу Своих Дневников Заметок Разного Рода Стихотворения То есть Процесс Видать Совершенствия Раскрытие Раскрытие Различных Таких Творческих Сил Особенностей Человеческой Значит Личности Довольно-таки Удивительный И может Поражать Может просто Поражать Что Насколько Понимал Он там Мог Всю ночь Проходить Градусах Наверное При 20 30 Мороза И только Утром Были Очевидцы Которые Шли А он Возвращался Из степи Говорит Красный Морозный С бородой То есть Удивительно Действительно Что идет Что-то такое А в некоторых Случаях Даже Вроде Как он Не столько Шел А даже Подымался Там Над Этой Самой Над землей То есть Типа Что-то Левитации Там Было То есть Вот такие Вот вещи Значит Были И его Система Он Вот Любил Записывать Он записал Один раз Свою систему Как она Там была В начале Потом Лет через 10-15 Он ее Переписал По-другому И еще Через Какое-то Время Он ее Вот Вывел В окончательной Варианте Этого Детка Сколько там 12 заповедей Все это дело Он вывел И у него Возникла Такая Идея Что вот Эту Систему Закалки Тонировки Рассказать На партийном Съезде Чтобы Чтобы она Пошла В массы Чтобы люди Не болели С этой Целью Какой-то Там Очередной Партийный Съезд В Москве Намечается И он Решил Туда поехать Вышел На перрон Вокзал В своих Шортах Вот По пояс Обнаженный Большой Там И ходит Дожидается Это Где-то На станции Гукова Она была Гукова Или шахта Его Схватили И Просто Решили Изолировать Изолировать В больницу Пускай Мало Все это Пройдет А то Мало Или что Как-то Отнесутся Что тут Такие люди Разгуливаются Они его Значит Изолировали Ничего Не это Он там В больнице Бегал Тренировался То есть Жил Сколько там Надо было Пожить И здесь Вот Вспоминает Вот этот Интересный Случай Пришла Как-то Там Разнарядка Или что там Такое Что надо Сделать Прививки Всем Естественно Порфирию Корнеевич Прививку Говорит Да нафига Мне прививка Я так здоров А доктор Ну вот вы знаете Вот надо Вот прививочку Сделать Потому что Всем надо Иначе Меня там Что-то Накажут Надо Ну он А он Знаете В некоторых Случах Был вот Наивен Как ребенок Как отмечают Ну давайте Сделали И вот После того Как ему Сделали Прививку У него Поднялась Температура Он Заболел Жесточайшим Образом И дело Дошло до Того Что он Там Вес Потерял Температура Ну Никакущий И уже Вот эта Сухаревская И Ученики Пришли В больницу Упросили Врача Ты Отдай Нам Пусть У них Хоть Дома Умрет Вот Вот Такую Цель Уже Забирали Его С больницы Это Где-то Пятидесят И Шестидесятые Наверное Годы Были Ну Врач Отдал Порфирик Неч Отдал Они Его В хату Притянули Лежит Там На Кровати И Один Из Его Учеников Говорит Ему Порфирик Неч Ну Вот Вы Рассказываете Там О вечной Жизни Здоровье А Сами Собрались Умирать Ну Как-то Негоже Негоже Порфирик Неч Как Как Это Что-то Такое И Вот Он Говорит Так Ну Давайте Начнем Значит Что Они Сделали Из Воспоминаний Сухаревской И Других Поставили Среди Хаты То То есть Дома Посреди Комнаты Корыто И Значит Его Что-то Обливали Через Час Или Через Два Часа Под Руки Выводили Дышать Вот Эти Вдохи Жизни Он Там Делал И Это Что-то Там В течение Суток Делалось Чередовалось Там Допустим Насколько Часто Я уже Сейчас Просто Не Помню Но Это Делалось Постоянно Еще Там Не Просыхал Туда Сюда Туда Сюда И Прошло Там То ли Суток Двое Трое Что Он Не Только Восстановился По Здоровью То Человек Когда Сбросил Ну Килограмм Там Не Знаю Двадцать Или Сколько Там Собственного Веса Он Эти Двадцать Килограмм Восстанавливает Потом Ну Там Через Месяц Пускай Это В лучшем Случай Там Через Полгода Там Через Год Оправляется От Болезни А Это Он Умудрился Восстановить И Свой Собственный Вес То То За Эти Твое Восстановить Свой Вес Силы Все Восстановил И Позвал Этого Доктора Который Видел В каком Состоянии Его Вынесли И Он Просто Не поверил Глазам Что Может Такое Быть А Порфирь Ивану Сказал Вот Видишь Что Делает Матушка Природа Сила Естественного Исцеления Он Он Как Работает А не То Что Ваши Там Методы Вот Такой Был Удивительный Случай Далее Что Там Было Такое Вот Все В книге Порфирию Корнеевич Как Бы Сказать Пришла Идея Родить Идеального Человека На Таком Интересном Месте Который Он Назвал Чувилкин Бугор Ну Где-то Там Был Какой-то Бугор Что Вот Это Место Какое-то Особое И Вот Здесь Что-то Там Такое И Туда Значит Беременные Женщины Приезжали Чтобы Родить И Естественно Там Медицина Гоняла Что-то Там Такое Было То Туда То Сюда То Есть Вот Какой-то Такой Вот Чувилкин Бугор Там И гимны Есть Чувилкин Бугор И рождение Нового Человека И вот Эти Все Какие-то Подробности Для нас Непонятны Что там Он Хотел Сделать А Насколько Я Понимаю Человек Когда Он Постигает Разного Рода Открывает Себе Силы Ему Открываются Различные Стороны Природы О которых Он не Подозревал У него Там На уме Там Что-то Там Свое Нам Особо Непонятно Благодарю За просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его пробежению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малаховпро Доброго здоровья И до новых встреч